Всем привет! С вами снова Александр и Залим. Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рассматривать и сравнивать, искать отличия двух моделей. У компании Изи Уолкер есть две модельки Джеки и Мили. Они очень похожи друг на друга и в цене у них разница небольшая. И люди постоянно спрашивают, чем именно они отличаются. Вот это видео мы с Залимом для этого и снимаем, чтобы, как говорится, показать вам всем отличия, чтобы у вас не было больше вопросов. Начнем мы изучать их сверху вниз и перед этим я единственное скажу технические именно характеристики этих двух колясок. Вот Джеки скажу. Джеки весит 8,2 килограмма. У нее 84 сантиметра спальное место. У Мили 80. Вот у вам уже одно из отличий. И у Мили наклон спиночки. Покажу вам сразу же. Он так визуально не сильно это заметно. Можешь там опустить спинку. У Мили 175 градусов, у Джеки 165. И Джеки поэтому с 6 месяцев, а Мили с 3 месяцев. Вот, собственно, такое вот отличие. Вес Мили. Вес Мили я не сказал, да? 8,4 килограмма. Вилли чуть-чуть... Вилли, говорю. Мили чуть-чуть потяжелее. Собственно, изучаем сверху вниз. Начнем мы с козырьков. Про ткани сразу скажу в начале. Ткани у Изи Уолкер в любой модели будут очень высокого качества. Ни такого нет, что там лучше, здесь хуже. Вот какой-то цвет может быть другой. Там может быть чуть-чуть другая ткань. Это у них нормальное явление. Но она везде очень качественная. Вот все. Про ткань вопрос закрыли. Еще про ткань добавил бы, что их можно снимать для того, чтобы стирать, чистить. Отлично. Козырек. Он здесь идет двухсекционный. И есть такая возможность, как на замочке открываем еще одну секцию и увеличиваем его размер. И по бокам у нас здесь москитная сеточка. Что в Джеке? В Изи Уолкер в Джеке есть такая же схема. Так, с этой стороны. Растегивая на молнию. Там тоже хорошо закрывается козырек. Также по бокам остаются антимоскитные сеточки. И есть еще дополнительный свес. Так, с козырьками разобрались. Теперь давай посмотрим на ручки. Ручки по высоте у колясок абсолютно идентичны. Вот вам наглядно. Вот. Обе ручки приятные и качественные. У Мили это эко-кожа. Хват приятный. А в Джеке что? В Изи Уолкер Джеке тоже. Тоже из эко-кожи. Эко-кожи. Замечательно. И регулировки по высоте. В Мили нету. А в Джеке? И в Джеке тоже нету. В одном положении. Да. Кстати, что касается материалов, используемых в ручке и бамперах. У Мили эко-кожи только на ручке. А на бампере это просто пластиковый бампер. Изи Уолкер Джеке. Изи Уолкер Джеке такой же материал, как на ручке и на бампере. То есть из эко-кожи. Так, давай сразу посмотрим на сиденье. Основное отличие в сиденьях. Так-то в смысле понятно, что тут сиденье и там сиденье. Функционал одинаковый, но есть разница в регулировке подножки. У Мили, чтобы ее сложить здесь снизу две кнопки. А у Джеки? У Джеки одной рукой есть возможность регулировать высоту. Там поудобнее немножечко. Вот, соответственно, с подножками разобрались. Давай теперь посмотрим на задние стеночки. Когда вот опустим колясочку. Это спальное место в горизонтальное положение. И есть ли здесь разница. На Миле у нас два замочка открываем. Здесь магнитики. Вот так все фиксируется. Москитка, лето можно хорошо проветривать. У Изиокер Джеки система освобождения задней части такая же. Также на магнитиках фиксируется. Регулировка наклона спинки здесь на ремешках. Просто поднимаем и все. Изиокер Джеки такая же система. Точно же так же. Так, давай сразу просушь здесь оказались. Посмотрим на багажнике. У Мили очень хороший доступ к багажнику. Багажник достаточно большой. В основании багажника вшиты пластиковые пластины, чтобы багажник не провисал. А у Джеки что? У Изиокер Джеки тоже просторный багажник с пластиковыми пластинами, чтобы не провисал. Отметил бы, что само положение багажника немножко выше. Да. И соответственно благодаря этому у Мили клиренс ниже, у Джеки повыше клиренс. Что касается тормоза, давай тоже их сравним. У Джеки что с тормозом? У Джеки тормоз с правой стороны нажимается. И соответственно, чтобы снять, надо будет наверх отжать носочками пальцев. Так, у Мили здесь немножечко поинтереснее. Здесь обычная педалька. Нажимаем сверху, блокируем тормоз. И чтобы разблокировать, не нужно ковырять обувью. Просто сверху на эту же педальку нажимаем и она разблокируется. Да, я бы отметил бы, что система, которую используют Джеки, сподвигла то, чтобы балку подняли выше. Соответственно, в районе багажника. Поэтому вероятность того, что родители будут пинать коляску уменьшается. При быстрой ходьбе частенько такое бывает, что ногами пинают за раму. Здесь такая проблема может быть. Так, давай сразу посмотрим амортизацию. У Мили, насколько я знаю, она неплохая. Махая, сзади, спереди. В общем, спереди и сзади амортизация есть. А что ж, Джеки? У Джеки на передних колесах амортизация такая же, как и у Мили. Но на задних колесах амортизация будет помягче. Еще отметил бы, что задние колеса у Джеки побольше. За счет чего проходимость будет немножко лучше, победороже. Да, согласен. И ход амортизации у Джеки такой, поощутимее, действительно. Так, собственно, сами коляски разобрали. Теперь давайте посмотрим на то, из-за чего выбирают такого рода коляски. Это как их складывать и какие они в сложенном виде. Чтобы сложить у нас Мили, нам нужно здесь на ручке есть маленькая кнопочка снизу и основная большая сверху. Нажимаем маленькую, потом большую и толкаем ее вперед. Вот она у нас получается на три части складывается. Все, она сложилась. После чего у Мили необходимо вот эту спинку, которая торчит, завернуть специальный кармашек. Тем самым она фиксируется. Здесь у нас есть удобная ручка для переноски. Также у нас есть вот такой вот ремешочек носить ее на плече. И что еще мне очень понравилось. Здесь вот в этой части лежит транспортировочная сумка, которую вы не забудете из-за того, что она у вас здесь, скажем так, вшита. И вот таким образом мы туда убираем. Она прям сверху вот так вот натягивается. Она такая немножечко тянущаяся, как стрейч, что-то такое. И все. Вот так вот одели, на плечо взяли. И все, можно ехать. Единственное, снизу еще можно вот эту часть закрыть. Все, готово. А что у нас с Джеки в этом отношении? Да, изиокер, Джеки, чтобы сложить данную коляску, надо будет тоже нажать на две кнопки. Маленькую и большую. После чего, здесь вот таким движением можно сложить автоматически. Более легкая система складывания. Здесь нету ручки, за которой можно будет носить коляску. Замбампер не рекомендуется резко поднимать. Сумочка не встроена в данной коляске, но идет в комплекте. Идет отдельно вот в такой мешочке. Этот мешочек сам является чехлом для данной коляски. Сейчас покажу, как будет выглядеть, когда оденем. Вот и фиксация, заметьте, здесь на замочке, а тут на липучке. Когда чехол одели, у нас остается удобная ручка и есть лямочка, чтобы можно было на плече носить коляску. Отлично. А напомни мне, что у них с комплектацией, с опциями, которые можно докупить отдельно? В комплекте, кроме чехлов, в этих колясках идут дождевики. Но помимо дождевика, можно отдельно купить такие аксессуары, как подстаканник, держатель для телефона, фонарик. И есть очень удобная руль, которая очень интересна ребенка. Да, дети любят в него поиграться, действительно пользуются популярностью. Ну, а собственно, все, что хотели мы за Лимом вам рассказать, в отличие от этих двух моделей, мы рассказали. Вот, надеюсь, у вас не осталось больше вопросов. А если вдруг они остались, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментарии. Мы оперативно на вопросы всегда пытаемся отвечать. И если этот обзор, это сравнение вам понравилось, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, это очень помогает нам развиваться на YouTube. Вот, и напомню, ссылки на эти коляски, на аксессуары, вообще на этот бренд будут в описании. Пройдите, изучите, посмотрите. Кстати, в First Buggy вы можете эти две модели заказать. Вам домой привезут две коляски. На выбор вы выберете и одну какую-то купите. Это очень хорошая опция, можете пользоваться смелым. Вот, ну а мы хотим за Лимом вам пожелать удачи на дорогах и хорошего выбора. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok